Всем привет! Мы сейчас находимся на Мастер Майнде. Здесь встречаемся с людьми, у которых есть бизнес. В данном случае общаемся с Валентином Василевским, мастером по внедрению системного бизнеса. Валентин живет в Сочи и затронем нашу в том числе тему о дизайне, о квартирах, о том, как правильно сделать себе жилье. Мы с тобой общались уже примерно год назад. Да, мы где-то в мае, наверное, где-то апрель-май 2017 мы с тобой общались. Да, я напомню ситуацию. То есть ты купил квартиру, получается, 100 метров свободной планировки и была задача сделать комфортное жилье для себя и для своей семьи. Расскажи, пожалуйста, немножко об этом, как получилось, что делал. Ну, мне хотелось сделать круто, потому что это была такая... Это не первая моя квартира, у меня до этого были две другие квартиры, но это первая квартира, которая мне прям очень нравилась. Это вид офигенный на горы, на море, и это свободная планировка. Ты заходишь, нет вообще ни одной комнаты, просто ни одной. У тебя есть стояк с водой, вид на море, дендрарий, горы, долина. Какой этаж? 17-й этаж, и при чем это еще на возвышении, там ощущение, как в Сиксте, в Москве. То, что у тебя такая панорама офигенная, ты на возвышении, там долина такая. Где-то 60-й этаж от долины, я вот так прикидывал примерно. Я помню, у тебя там была именно сложность, так как была такая она радиусная планировка, была сложность именно с функциональными зонами. Ты расскажи немножко об этом. Да, там еще сложность была в том, что стояк один с водой. Представьте, 100 квадратов и один стояк с водой в одном месте. И вот как сделать так, чтобы и две спальни, и, соответственно, а так как мы уже жили там в Испании три месяца, там в Берлине пять месяцев, да, мы уже, есть понимание, что в квартире в нормальной должно быть два санузла, два, как бы два туалета, то есть две ванны или там душевую отдельно. То есть это было уже как бы железно. Вот, то есть были какие-то уже ощущения, но вот как это все развести, чтобы это было и удобно, и функционально, и где спальню поставить. Блин, это был такой челлендж, и мы со Стасом были в Мастерманде, чисто вот людей, которые развивают онлайн-школы, занимаются бизнесом. И Стас предложил, давайте, помогу, просто там сделаю консультацию, как спланировать эту квартиру, чтобы было удобно. И вот я из таких инсайтов, супер-мега инсайтов, которые просто вот точно, я сейчас вспомнил, что мы внедрили, это три штуки. Первое, это у меня было сомнение, ну как, типа, делать 3D-визуализацию, не делать, я думал, ну не знаю, там, переплачивать за это, может быть, не надо, можно, Стас сказал, короче, это без этого вообще никак, то есть надо обязательно делать визуализацию, короче, вообще не обсуждается. Я такой, окей, понял. Вот мы это сделали, и действительно, это было, наверное, самое важное, самое главное, потому что мы сказали, что мы хотим получить, там дизайнер это все визуализировал, потом мы все это там, несколько было итераций поправили, переправили, и в итоге у нас получился такая большая книга, распечатанная там на А2, где была распечатана каждая комната в цвете, была разведена вся инженерка, вся там электрика, ну вот был отдельный лист там, где у нас вода проходит, отдельный лист, где у нас электричество проходит, где там свет отдельный, розетки отдельные, вот это все использовали строители, они открывали вот эту книгу и делали. И в итоге, понимаешь, ты видишь, что ты хочешь получить, приходишь... Не чертежи, а картинки. Да, прям картинки, ну что, чертежи по инженерке и картинки по как должно быть, да, и ты понимаешь, что и будет вот так, как ты хочешь. И мы материалы подбирали, там уже в визуализации их ставили, те, какие мы хотим, там кресло, какое мы хотим, там плитку. Похоже получилось, да? Да, 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 и блин, это такой кайф, когда вот ты четко понимаешь, что получится. Это первое. Второе, и там остальные, ну такие неочевидные вещи, Стас порекомендовал использовать дуб, то есть натуральный дуб на пол положить, дубовый массив. Вот, мы посмотрели дубовый массив, но в Сочи оказалось лучше ложить не массив, а инженерную доску, то есть там... Из-за влажности. Да, из-за влажности, то есть там это сверху дуб, но потом там идет проклейка, да, такая в разных плоскостях, и получается, что за счет этого его не ведет во время влажности. Но это такой кайф, когда заходишь домой, и вот этот запах дуба, а мы, ну как бы, папа у меня дома, там, в Омске, в своей квартире сделал пробку. Я думал, ну может быть пробку сделать, но мне что-то как-то я сомневался, потому что какая-то она такая. Главное не ламинат. Вид какой-то вот мне, честно, не очень нравился, вид пробки. Но я думал, что тогда, я просто не знал. Вот, как-то привык до этого, квартиры были, ну, не было там натурального дуба, натурального дерева. Вот, и дуб это просто шикарно, реально шикарно. Запах дуба, ты заходишь в квартиру, это фантастика. Вот это было второе очень крутое решение. А третье крутое решение тоже вообще не очевидно. Я думаю, вот тут без консультации профессионала, который уже ни одну квартиру спроектировал, причем, ну, такую квартиру хорошего уровня, да, это постирочная. То есть отдельная комната, где стоит стиралка, где стоит сушилка, где стоит гладильная доска и утюг. И вот мы наняли домработницу, которая приходит, все стирает, все сушит, все складывает, и это просто идеально. Она вынесена, это рядом с прихожей, то есть она там далеко, мы там ее не видим, не слышим. Она все сделала, положила, как бы ушла, и это реально круто, это другой уровень жизни. Спасибо, да, ну, что и фишки внедрил, и что я был полезен, тоже очень приятно. Я знаю, что очень многие людей, ну, я с такими сталкиваюсь, и я думаю, что многие тоже таких знают, которые думают, что вот сейчас они сами сделают. И у многих даже получается, да, сделать квартиру, они живут, радуются, ну, да, там что-то где-то не так, там розетки не подходят, там постирочной нет, или там ламинат вместо дуба. Ну, как бы окей, они с этим свыкаются. Вот исходя из твоего опыта, все-таки, как ты думаешь, стоит ли там брать консультацию, нанимать ли профессионала, стоит ли работать с дизайнером, или, ну, его лучше там попытаемся сами разобраться, и как-то получится, может быть, даже неплохо. Ну, смотрите, во-первых, мы сделали ремонт достаточно быстро. Это май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. В ноябре мы уже заехали, то есть это, получается, 7 месяцев. То есть это не история типа советская тема, знаешь, когда 5 лет делаем ремонт, бесконечно что-то там доделаем. Нет, то есть мы заехали, уже все было готово. Мы сейчас, единственное, что у нас в плане ремонта происходит, это мы докупаем какую-то мебель, даже не мебель, мебель уже все докупили, какую-то технику. То есть, ну, вот, там, последний этап будет, наверное, это купить плазму, там, я вот выбираю. Ну, это такие вещи, которые ты уж можешь спокойно, потому что мы телек особо не смотрим, то есть мы просто фильмы там, ну, то есть это такая некритичная тема. Ну, вот основной, весь ремонт, то есть все благоустроено было там за 7 месяцев. С бригадой, то есть это был организованный такой процесс, организованный проект от начала до конца. И что для меня важно, то, что нам ничего не приходится доделать и переделать. Там буквально какие-то два нюанса там с розетками, которые не учли на чертеже, там их нужно там перенести. Буквально два. Я представляю, какое дикое количество доделок было бы, если бы у нас не было заранее визуализации, дизайна. Это было бы, ну, потому что даже с дизайном, с инженеркой, всем прописанным, у нас есть небольшие шероховатости, потому что, ну, просто нельзя прям абсолютно все предусмотреть. Но если бы у нас этого не было, это была бы дича, потому что мне бы, скорее всего, вообще ничего не понравилось. Я бы постоянно ходил, твою мать, вот что-то, что-то не так, там хочется переделать, давайте все сломаем и заново сделаем. То есть это, когда вы делаете 3D-визуализацию, дизайн, вы получаете образ того, что вы получите. Вот я как его увидел в этой книге, ну, вот практически один в один мы это получили. И это очень круто, то, что ты получаешь то, что ты хочешь. Я уже видел, начито в мешке. А если ты как бы не знаешь то, что ты хочешь, ты это как бы не сформлю, ну, вот я хочу какой-то ремонт, вот мне там что-то сделать, что-то как бы получится, вот получится что-то. И это будет точно не то, что ты хотел, потому что ты не подумала, что ты хотел. Но когда мы потратили где-то месяц, полтора, может быть, на то, чтобы сначала планировку выбирали, потом уже внутренний вид, когда планировку утвердили, все, дальше внутренний вид, как что будет, какая плитка, какая мебель, какой свет. И когда мы все это все сделали, я был, ну, я уже любил эту квартиру, я любил, я уже ждал, когда она появится, понимаешь? Поэтому мы так, ну, быстро сделали. Ну, еще надо сказать, что мы, конечно, не делали ремонт сами, понятно. То есть мы взяли бригаду, очень опытного бригадира, который в этой квартире сделал уже 30 квартир. И, как бы, он знает уже все, все детали. Мы с ним еще раз прошли, посмотрели, какие нюансы, что можно придумать. И вот за счет того, что у нас уже был готовый дизайн, готовая все там, инженерка, практически готовая на финальных стадиях, мы еще с бригадиром посмотрели, и он добавил те фишки, которые, ну, я вообще не представляю, как их можно делать вот типа там в процессе. Потому что у нас панорамное остекление, у нас вот внешних стен нет вообще. Я думаю, дам фотки, и можно будет вот в отзыве прям фотки показать. У нас панорамных этих внешних стен нет вообще, потому что у нас это окна. То есть у нас площадь окон, но она просто огромная. То есть у нас стены только внутренние, перегородки и как в подъезд. Вот. Ну и с соседями, понятно, стены, а не окна. Вот, и получается, что у нас вот это остекление панорамное. И была какая проблема? Как это отапливать? Потому что у нас и окна в пол, вот как здесь, от потолка до пола. Батареи ставить, это, короче, совдепия. Нет. Вот мы думали, мы думали насчет, мы думали насчет конвекторов. Тоже как бы смотрели, думали. Но в итоге, как мы сделали, у нас стоят такие огромные батареи. На стенах. На стенах. Две огромные. То есть у нас получается вот так. Вот здесь батарея, да, и потом идет так вот остекление, остекление, остекление. Там R-Care. Большой такой тоже R-Care. И там еще одна батарея. И вся вот эта площадь, она получается, вся комната, большая такая, гостиная, она отапливается вот этими двумя батареями. Но есть проблема того, что в Сочи хоть и тепло, но все-таки там зимой плюс 10, иногда бывает плюс 5. И надо подогревать немножко окна. Мы пустили от одной батареи к другой по полу трубы. И они чуть-чуть подогревают, потому что трубы такие металлопластиковые, от них идет тепло, и они чуть-чуть подогревают. Но я еще придумал, что вот в эту нишу, там где идут эти трубы, насыпать камней просто с Черного моря. То есть мы принесли там 6 огромных сумок этих клетчатых икеевских этих камней, насыпали. У нас теперь такая кайфовая дорожка из камней, и это шикарно смотрится, это очень необычно. И при этом это радиатор, который подогревает все эти окна. И вот если бы мы это не запланировали на этапе дизайна, на этапе вот этого обсуждения всего этого проекта, это вообще немыслимо было бы сделать. А когда ты сейчас приходишь, мы как только закончили ремонт, у нас эту квартиру сразу захотели купить в 2 раза дороже, чем мы ее купили вместе с ремонтом. Причем мы в ремонт вложили всего 3 миллиона рублей. Это очень бюджетно получилось. При этом выглядит очень круто. Вот, ну сами посмотрите, я думаю, фотки добавим. Я рад, что у тебя получилось. Спасибо за такое детальное интервью. Да, ну я знаешь, смотри, что хочу сказать по поводу подбора материалов. Мы просто считкодили, у нас был реальный такой читкод. То есть мы сочетерили. Когда дизайнер делал дизайн, он уже кучу материалов подобрал фактически, потому что ему нужно было сделать дизайн. Все, что нам нужно было сделать, это просто найти эти материалы здесь, в Сочи. А плюс мы еще подключили бригадира, он многое знал, он знал эти все магазины. Ну и Марина, конечно же, она поездила, посмотрела. Ну то есть в целом дизайнер сильно облегчил эту задачу. То есть это не... Это суть дизайн проекта. Да, 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 да. Поэтому, ну, но это было достаточно трудоемко, на самом деле. Это было трудоемко. Рекоментировать, потому что, вот как ты говоришь, если у тебя есть время, если там жена, допустим, имеет возможность этим заниматься, нам не каждый день на работу ходят, и ей это интересно, то это имеет смысл делать, как ты делал, чтобы сэкономить. Да, если времени нет, если каждый день ходишь на работу, и ты не можешь по вечерам или на выходных ездить по магазинам, то лучше заплатить дизайнеру, он уже сам все это дело привезет, отдаст прорабу, и будет проект готовый. Ну да, ну это адская по времени была, конечно, работа. В смысле, вот этот весь подбор, она прям ездила в магазин, смотрела, что есть в наличии, чего нет в наличии. В Сочи нету Леруа Мерлен, поехали в Краснодар, Леруа Мерлен, что-то посмотрели. Ни хрена там ничего не нашли нормального, вернулись назад. Ну то есть это было несколько челлендж, но у меня жена, она просто ничем, у нее нет какой-то фиксированной работы, на которой надо ходить. Да, она вот занимается такими семейными проектами, там сейчас она много рисует, там у нее свой инстаграм по живописи. Вот, а тогда у нее не было вообще какой-то серьезной загрузки, это был ее проект, который она делала, и она очень много сел туда отдала. Спасибо, и в завершение, что посоветуешь, может быть, нашим зрителям, и давай как-то за финалем. Да, ну я просто настолько рад тому, что вот мы последовали твоим советам. Что я посоветую? Ремонт нужно делать только имея дизайн-проект. Для меня, ну все другое, это типа как, знаете, проектировать там Эйфелеву башню, ну в смысле строить Эйфелеву башню просто так вот, давайте мы здесь вот тут кусочек построим, и потом вот тут у вас получится там сарай какой-то, то есть надстройка одна над другим, ну вот это вот совдепия такая. То есть если вы хотите сделать хорошо, серьезно, по-взрослому, и если у вас на это есть деньги, если вы уже до этого доросли, то обязательно дизайн-проект, это вообще must-have. Ну вот это как бы самый главный вывод, ну и Стас, он очень крут, прям мега крут. Вот спасибо огромное, без твоих советов мы бы реально серьезно облажались. Я очень рад, что у меня есть такой друг, с которым можно посоветоваться по дизайну. Вот. Спасибо, очень приятно. Такие мои советы. Да, все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok